Я не предполагал, что придется проводить в Думе слушания по проблемам бедности. Мне приятно, что регулярно в этих слушаниях участвует большая группа молодежи, люди, которые выбрали во многом свою специализацию, связанную с этими проблемами. Хочу напомнить всем, что нам от отцов и прадедов досталась великая страна с тысячелетней историей, с уникальной культурой, с тем, что русские под свои знамена собрали 190 народов и народностей, не порушив ни одного языка, ни одной культуры, ни одной веры. Освободив не только себя, но и трижды прикрою Европу от набегов, страна сегодня оказалась в капкане кризисных явлений, под санкциями и мучается в тяжелом финансо-экономическом кризисе. Вы думаете сами, что на наших просторах всего осталось 2% от населения планеты, если считать от Черного моря и Балтики до Тихого океана, а сосредоточена треть главных богатств планеты. Нам никогда не дадут покоя, пока не захапают мировая олигархия эти главные богатства. Обычно такие страны покоряются не войнами, а покоряются политикой, когда навязывают вам финансо-экономический курс, в результате которого узкая группа, точнее олигархия, захватывает основные богатства, остальные эксплуатируются и влачат жалкое существование. В этой связи у нас сложилась абсолютно несправедливая система, которая, эксплуатируя наши ресурсы и граждан, не хочет даже делиться для того, чтобы был нормальный прожиточный минимум и зарплата. На мой взгляд, вот недавний опрос, который провели в стране, очень красноречиво свидетельствует об этом. Когда спросили все граждан, очень многие, чем вы гордитесь, сказали, гордимся тем, что живем в великой стране, гордимся нашей уникальной победой над фашизмом, гордимся нашим языком, культурой, тем, что под знамена собраны народы, сохранив свою самобытность и величие. Чем вы больше стыдитесь, сказали, стыдимся, что не уберегли заслуги нашей победы отцов и дедов и бедностью и нищетой, которая охватила целое поколение и целые регионы. На мой взгляд, президент абсолютно объективно в своем послании, оценив эту ситуацию, поставил три стратегические задачи. Первое – войти в пятерку самых успешных государств. Второе – одолеть бедность. И третье – обеспечить прорыв высоких технологий. Мы активно поддерживаем эту линию. Мы подготовили для этого 12 законов и бюджет развития, который должен быть минимум 25 триллионов рублей. И целый ряд законов, которые гарантируют высокий жизненный уровень, стандарты, зарплаты, пенсии и стипендии. Когда нам говорят или вам говорят, что в стране нет денег, это самая большая ложь. В стране море денег и средств, но они не работают на граждан нашей державы. Пятый год подряд ваших ресурсов, нефти, газа, золота, леса, алмазов продают на мировых рынках примерно на 20 триллионов рублей. Слушайтесь, на 20 триллионов рублей. Ни разу в бюджете не было больше восьми. Для молодежи напомню, когда была Ордынская ига, брали десятину со двора. Если ты вырастил 10 мешков зерна, то забирали один. Здесь берут более половины. И не рассчитывается даже то, что присваивают себе. Если страна производит по тонны нефти и тонны хлеба на человека, она считается абсолютно богатой и благополучной. Мы производим по 3 тонны нефти, и у нас бензин и солярка уже перевалило у многих регионов за 50 рублей. В Крыму 52 рубля самый ходовой бензин, а пенсии и зарплаты нисколько не выше, чем в других регионах. Короче говоря, чтобы реализовать те установки, которые сформированы по сланию, мы в ближайшее время должны рассмотреть бюджет на три года. Все комитеты, все фракции в Думе приступили к реализации этой задачи. Но, на мой взгляд, правительство пока не готово к решению этой задачи. На прошлую пятницу полтора часа наша фракция, руководство, Мельников, Коломейцев, Я, Смолин, обсуждали с председателем правительства эту проблему, были основные все заместители, и мы открыто сказали, мы поддержим формирование бюджета развития. Но для этого надо национализировать минерально-сырьевую базу. Она должна работать на все граждане, на 15 карманов. Для этого надо ввести госмонополию на спиртоводочную промышленность. Это даст большие доходы. Для этого надо все сделать, чтобы прогрессивная шкала налогов была введена немедленно, и богатейшие платили положенные проценты своих доходов. Для этого надо снять налоги с тех, кто еле-еле концы с концами сводит. Ну и целый ряд других предложений. Мы готовы внести эти законы хоть завтра, и надеемся, что сегодняшние слушатели позволят нам продвинуть эту идею вперед. Кто у нас самый бедный и нищий? Что является главным позором? Дети войны, самому молодому в 73 года. Деревни, пенсии, детей войны, которые в годы войны работали у станков на полях. Вот вам сейчас показывают, исполняется юбилей московскому трамваю, их 1200 трамваев ходят в Москве. Раньше, до войны, как правило, вожатыми трамваев были мужчины. Все ушли на фронт. Женщины, девчата заменили их. И сегодня они несут эту вахту очень исправно. Женщины, дети войны в деревне получают 8-9 тысяч, а в городе максимум 10-12. Мы пять раз вносили этот закон. Чтобы его реализовать, надо всего заплатить 12 миллионам детей войны примерно 140 миллиардов. Михаил Фридман, который высасывает из нашей страны последние соки, живет в Лондоне, переправил туда наших денег и вложил в фармацевтическую промышленность Америки и Англии 400 миллиардов рублей. 400 миллиардов – это больше, чем весь бюджет здравоохранения Российской Федерации на текущий год. Я посмотрел, кто самые богатые люди. В Москве уже 71 миллиардер. Не желают платить нормальные налоги. А в Лондоне 55 миллиардеров – финансовые столицы мира. Самые богатые, оказывается, Михаил Фридман. Ну что, справедливо, несправедливо? Нормально? Абсолютно ненормально. Естественно, противоестественно. Соответствует этой мировой практике. Ни на йоту. И в Америке, и в Англии, и в Китае, и в Бразилии. Богатые люди платят по прогрессивной шкале. Завтра можно внести и получить большой доход с этого. Я не вижу тут никакой проблемы, кроме проблемы совести и политической воли. Для нас принципиально важно поддержать молодежь и молодую семью. Кто нищий? Вот сейчас Николай Васильевич вступлительном слове сказал. Берем молодые семьи. Родился второй ребенок. Она сразу попадает в нищий. Сразу. Ну, разве заслужили молодые люди такой учить? У меня у сына пять сыновей. У дочери два сына и Маша. И я вижу по их судьбе, как это все складывается. И каким образом. Окончили с красными дипломами. Посмотрел в Москве, в МГУ. У меня старший внук МГУ заканчивал. Каждый второй не может найти работу по профессии. Нормально? Абсолютно ненормально. Судьбе специалистов не хватает. Полтора миллиона людей с классным образованием работают в иностранных лабораториях и на их предприятиях. Читал лекции ведущих в университетах Америки. Билл Гейтс. Самый богатый человек Америки. Кто их сделал богачом? Молодые, талантливые программисты. Вот сейчас наши ребята приехали. Там в основном из МГУ. Выиграли опять конкурс. Но нам-то они казались не нужны. Билла Гейтса сделали богачом 100 выдающихся математиков. 50 русские. Я говорю, как ребята? Они говорят, 8 из 10 завтра вернемся. Мы все равно тут люди второго сорта. Но куда? В какой лаборатории? На какую зарплату? Где буду жить? Где будет жена трудиться? Где будут дети учиться? Куда? Я пять раз предлагаю внести закон, по которому поддержать талантливых людей, вернуть страну и двинуть вперед ее. У нас же был уникальный опыт перед войной. Капица вернулся, в работу Лазерфорда. Выдающий ученый. Китайцы все физиков, математиков вернули и сейчас уже Луну осваивают. За прошлый год 36 запусков и ни одного сбоя. Вот только что фракция провела выездное занятие на заводе Хруничева. Лучший завод, который делает новую ракету «Онгара». Повесили на него как гири 70 миллиардов рублей и требуют платить и долги. Долги давно идти надо было или списать, или засушить, а заставить, чтобы новые деньги вложили в супертехнологии, пригласили молодых ребят, заплатили им большую зарплату и двинули нас в космос вперед. За этим стоит безопасность и будущее. И так можно приводить любой пример. Для нас очень важно поддержать сегодня молодежь, молодую семью, многодетную семью. Сегодня должна работать формула «один равен восьми». Что это означает? У молодого человека должна быть семья минимум трое детей. Тогда мама будет сидеть в детском саду с тремя детьми, а молодой человек должен кормить маму, трех детей и четырех престарелых родителей, которые на пенсии должны быть приличной пенсии. То есть он один должен работать за восьмерых. Что это означает? Это означает, он должен при рождении получить от государства помощь и поддержку, пакет медицинского обслуживания, должен иметь доступный детский сад и школу, он должен бесплатно учиться в школе и вузе, вплоть до получения первого рабочего места, и должен иметь минимум 15 лет образования, чтобы он мог кормить еще семерых. Вот эта жестокая железная арифметика должна работать в голове каждого государственного деятеля. В противном случае нас ждет геополитическая смерть. Что это означает? Это означает, что за 25 последних так называемых реформаторских лет мы потеряли 9 миллионов своих соотечественников. Вот Клочков появится, моя родная Орловская область потеряла 160 тысяч человек, больше, чем когда была оккупация фашистов. Это означает, мы должны создать условия, при которых страна бы прирастала. Минимум 2-3 ребенка в каждой молодой семье при полной государственной поддержке. На это есть средства, есть условия, есть возможности, есть уникальный опыт. Есть возможность завтра начать решать эту проблему. Я очень хотел, чтобы мы с вами решили эту проблему мирно и демократично. И завершая, хочу обратить ваше внимание, особенно молодежи, да и тех, кто политикой занимается. Не может быть никакого будущего при обнищающем населении, при падении доверия к власти, при износе основных фондов более 50%, при нарастающем инфраструктурном коллапсе, при оголении гигантских территорий, которые не охраняются, не обживаются, а беспощадно эксплуатируются. Никакого будущего. Отсюда нужна новая программа, программа развития. Мы предложили 10 шагов достойной жизни. Абсолютно конструктивная программа. Мы предложили восстановить госплан. Отказались. Мы его восстановили в Иркутской области. Иркутская область вошла в десятку самых динамично развивающих регионов нашей страны. Мы предложили не только Крымский мост, но и мост Будущее, научный мост. Мы начинаем разработку второй очереди Новосибирского академгородка, которому подчиняется 92 института и ведущие лаборатории. Если вы приедете в Европу посмотреть коллайдер, он наполовину собран учеными из наших новосибирских лабораторий. Мы в состоянии это решать. Мы предложили региональную политику и поддержку каждого, кто работает, в том числе и на земле. Мы показали опыт народных предприятий, которые стали лучшими сегодня в стране. Я не знаю, почему гнобят Грудинина. У него лучшие народные предприятия. 90 тысяч средняя зарплата. Супершкола, которой гордилась бы любая Европа. Уникальные детские сады, роботизированное производство. Прекрасный парк недоснейленда по мотивам сказок Пушкина. Великолепный социальный пакет, который получает каждый гражданин, включая медицинское обслуживание. 100 лет исполнилось хозяйству. 100 тысяч дали каждому пенсионеру их 300 человек, чтобы они жили достойно. Давайте все это аккумулируем, обобщим. И я уверен, что мы преодолеем эту бедность. Ну и в заключении. Это проложаться долго не может. Не может. У нас 10% самых бедных. В 20 раз беднее, чем 10% самых бедных. Невозможно развивать общество, если такой разлом. Поэтому главными опасностями являются нищета, вымирание, раскол общества, износ оборудования. Это уже не терпит отлагательств. Я и премьеру, и президенту сказал, у вас остался один год. Для принятия важнейших решений. Потому что если в этом году мы не выйдем на бюджет развития, через год станет ясно, что ваше послание, все ваши обещания – это пустой разговор. А за этим последует не просто недоверие. За год после людоедской пенсионной реформы доверие упало в два раза. Если оно еще сократится и сползет ниже 20%, дальше российский Майдан станет неизбежностью. Нравится или не нравится. А фюреры и вожди всегда в этом случае находятся в Киеве. Майдан родился как сопротивление коррупции и дикому обогащению. А превратился в нацистско-бендеровский режим, который развязал войну на Донбассе и продолжает беспощадно эксплуатировать трудящихся. У нас с вами есть возможность, глубоко обсуждая проблемы, мирно, грамотно, демократично и достойно выйти из очень тяжелого системного кризиса. Я уверен, что нынешние слушания позволят нам, осмысливая эту проблему, найти решение, тем более это решение важно. У нас 17 апреля отчитывается в Думе весь состав правительства. Ваши рекомендации, ваши пожелания ляжут не только в обсуждении этого отчета, но и в предложении, думаю, депутатов не только нашей фракции, но и депутатов всей страны. А у нас в стране почти 11 тысяч депутатов, которые отстаивают интересы простого труженика и заинтересованы, чтобы молодежь и страна имели хорошее будущее. Успехов всем!